Привет! Привет все мои дорогие любители математики! Привет и вы, мой любимый восьмой Гарь! Всем большой привет всем математикам! На прошлом видео мы изучали все площади фигур, доказали все формулы, вывели все до одной. А теперь самое жаркое. Сейчас, ребята, начинаем решение задачи! И в связи с тем, что нам предстоит серьезная работа, я снимаю свой пиджак и, засучив рукава, приступаю к работе. Первая задача. Дана площадь квадрата, и при чем площадь квадрата? Очень интересное число. Площадь равна 10. Найти сторону. Над этим очень долго думали все математики. Чему она равна? Трижды 3, 9, 4х4, уже 16. Подбираем разные дробные числа и понимаем, что приходим к бесконечному числу знаков после запятой. И тогда математики нашлись, что сделать. Надо вводить новый значок. Итак, сторона такого квадрата равна корень из 10. Корень из 10. Да, друзья мои, иногда, если ты хочешь, чтобы комната в твоем коттедже маленькая была 10 квадратных метров, и чтобы она была квадратная, сторона ее должна быть корнем из 10 равняться. Как построить корень из 2 и всякие другие корни, вы можете увидеть на другом моем видео, которое так и называется. Все говорят корень из 2, корень из 2, где я на практике отрезаю отрезок длиной корень из 2. А теперь идем дальше. Следующая задача. Площадь треугольника 33 квадратных метра. Одна сторона равна 4. Найти вторую сторону, более длинную. Мы знаем, что площадь прямоугольника равна длину умножить на ширину. Да, подставим все сюда, в эту формулу. Итак, А умножить на 4 должно равняться 33. Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение разделить на известный. 33 четвертых. 8 целых 1 четвертая. Кому нравится, переводите в десятичную дробь. Я писать не буду. 8 целых 25 сотых. Идем дальше. Друзья мои, площадь прямоугольного треугольника. Почему эта площадь невероятно важна? Да потому что все крыши у нас сделаны именно в такой форме. И нам нужно знать, чему равна эта высота, чему равна эта балка, чтобы знать площадь металлосайдинга, площадь ОСБ. Мужчины меня поймут. Итак, друзья мои, площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения гадетов. Умножайте длину этого бруска на длину этого, и вы получите площадь. Все, на этом останавливаться не будем. Если хотите, ну, например, это 4, это 8. 8 и 4, 32 делим на 2. 16 квадратных метров нужно на эту половину, на эту тоже 16 и того, чтобы обшить фронтон крыши. 32 квадратных метра ОСБ покупайте и кроите. Переходим к следующему заданию, друзья мои. Дан параллелограмм, один угол 30 градусов, даны две высоты, проведенные из вершины тупого угла. На одну сторону и на другую найти площадь. Мы знаем, что площадь параллелограмма равна сторону умножить на высоту. Высоты есть, стороны нет. Но у нас есть прямоугольный треугольник, у которого угол 30 градусов. Катет, лежащий против угла 30 градусов, равен половине гипотенузы. Гипотенуза – это сторона прямоугольного треугольника, которая лежит напротив прямого угла. Вот этот катет равен ее половине, значит, она в два раза больше, она равна 4. У параллелограмма противоположные стороны равны. Эта сторона тоже 4. И теперь у нас есть сторона, и есть высота, которая на нее падает. Можем вычислить площадь. Площадь всего параллелограмма равна 4х3, 12. Идем дальше. Следующая задача, господа. Вот эта задача есть во второй части ОГЭ. Итак, восьмикласснички, дана площадь маленького треугольника, найти площадь всего параллелограмма. Несколько минут назад, а может быть часов, я не знаю, когда вы смотрели предыдущее видео, мы доказали, что... А, забыл сказать условие, господа. Это медиана. Вот этот отрезок медиана по условию виноват, прошу прощения. Мы знаем, что медиана делит треугольник на два равновеликих. Равновеликие – это треугольники, у которых одинаковые площади. Этот треугольник и этот у них площади одинаковые. Здесь тоже 8 площадь. Вместе они дадут 16. А вот этот треугольник, разделенный диагональю, точно такой же. Значит, площадь всего параллелограмма 32. 32. Задача решена. Здесь нужно знать четко правила. Медиана делит треугольник на два равновеликих. Равновеликие – это одинаковые по площади. Сейчас еще один тип задачи. Здесь необходимо, зная площадь вот этого треугольника, зная высоту, найти основание А. Требуется найти основание. Надо просто вспомнить правило, которое мы знаем для площади треугольника. Площадь треугольника равна основание на высоту поделить на 2. Мы все ясно. Если в формуле все величины, кроме одной, известны, значит, ее можно найти. Подставляем все. Площадь 12. А пока неизвестна. Высота 3 корни из 2 делить на 2. А, пожалуйста, чтобы найти А, нужно 12 умножить на 2, в два раза увеличить. Ну, раз половина чего-то равняется 12, то, стало быть, это чего-то равняется 24. 24. А раз число А умножено на 3 корни из 2, значит, чтобы найти А, надо разделить произведение. Поделить на 3 корни из 2. 24 и 3 сокращаем, а 24 остается 8, потому что 24 поделить на 3, 3 разделить на 3, 1, корень из 2. Казалось бы, все. Ответ 8 деленный на корень из 2. Но математики невероятно любят, чтобы иррациональности не было в знаменателе. Иррациональный знаменатель — это когда, проще говоря, неизвлекаемый корень. умножим числитель и знаменатель на одно и то же число, на корень из 2. 8 корней из 2 мы умножили на корень из 2. А корень из 2 умножить на корень из 2 — это будет 2, потому что мы знаем правило. Корень из числа в квадрате равен самому числу. 8 и 2 сокращаем. Тут четверочка остается. 4 корня из 2. Задача решена. Такие в контроле часто бывает и в ОГЭ. Поехали дальше. Еще две задачи. Ребята, терпим, терпим. Класс за мной. Наш многомиллионный класс. Я, кстати, хочу сказать в середине видео огромное спасибо многомиллионной аудитории нашего канала. Спасибо, ребята, что терпите наше объяснение. И, может быть, вы хоть немного увлечетесь математикой. Ну, а теперь две задачи. Чуть-чуть расслабились, потянулись, подпрыгнули и вперед. Дана трапеция. Найти площадь трапеции. Есть тупой угол — 150. Основание — 12. Нижнее основание — 20. Вот эта боковая сторона — 8. Всегда начинайте задачу с вопроса, что требуется найти площадь трапеции. Ответьте на этот вопрос. Как найти площадь трапеции? Правило, чтобы найти площадь трапеции, нужно полусумму оснований умножить на высоту. Записали формулу. Основание есть, высоты нет. Но я все равно подставлю основание и умножить на высоту. А высоты нет, будем ее искать. Давайте ее хотя бы проведем. Высота — это перпендикуляр. Проведенный из вершины трапеции к противоположному основанию. Вот она высота. Я вижу прямоугольный треугольник. Если здесь угол 90 градусов, то вот здесь он тоже 90. Почему? Прямые, параллельные — это являются секущие эти углы, накрест лежащие. Если прямые, параллельные — семиклашки. Вам привет! Правила сейчас проходим. Если прямые, параллельные — и пересечены секущие, то накрест лежащие равны. Тут 90, тут тоже 90. Весь 150, 90 убираем. 60 градусов. Этот треугольник прямоугольный. В прямоугольном треугольнике сумма двух острых углов — 90, потому что этот забрал из 180 и 90. Эти два угла вместе дают 90. Вычитаем 60, здесь 30. Прямоугольный треугольник с углом 30 градусов. Катет, лежащий против угла 30 градусов, равен половине гипотенузы. Гипотенуза 8 — это сторона, которая против прямого угла. Гипотенуза 8 — значит, этот катет 4. А это и есть высота. Сможете сами посчитать? Даю 3 секунды. Или жмите паузу и считайте сами. Считайте. Так, 12 и 20. 32. Можно 32 поделить на 2. Будет 16. И умножить на 4 — 64. А можно просто двойку с четверкой сократить. Итак, 20 и 12. 32 на 2 — 64. Это ответ. Что еще остался? Ромб, ребята, терпим. Ромб. Ромб, параллелограмму которого все стороны равны. Одна диагональ ромба есть. 6. Площадь всего ромба равна 27. Необходимо найти диагональ АС. Вторую диагональ. Диагональ и площадь ромба связаны формулой. Площадь ромба равна половина произведения его диагонали. Подставляем все сюда. Д1 — 6. 6 умножить на Д2 поделить на 2 равно 27. Если половина чего-то равна 27, то это чего-то, наверное, 54. В два раза больше. Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение 54 поделить на 6 равно 9. Задача решена. Итак, друзья мои, любите площади. Расширяйте свои площади квартир. Покрывайте их лучшим номинатом. Стройте дома. Живите успешно. Всем могу учить математический привет! Продолжение следует...